Прожиточный минимум пенсионеров Чувашской Республики на 2015 год может составить 5771 рубль. Величина рассчитана на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на продукты питания на 2015 год. Однако самыми актуальными темами сентября остаются все же спорт и жилье. Министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Мельников предложил внести изменения в республиканский закон о физической культуре и спорте. В связи с тем, что в федеральное законодательство внесены коррективы, касающиеся развития национальных видов спорта. До этого национальные виды спорта развивались лишь в субъектах и вся законодательная база разрабатывалась субъектом. В настоящее время в случае, если федерация получит статус общероссийской, для этого надо выполнить определенные критерии, то они работают по всей нормативной базе, в частности присвоение спортивных разрядов, званий и квалификационной категории спортивных судей в соответствии с федеральным законом, как и остальные виды спорта. Всего в России официально признанных национальных видов спорта четыре, и один из них, борьба на поясах кирижу, развивается в нашей республике. С принятием изменений все они получат широкие возможности для выхода на всероссийский уровень. Одним из основных докладчиков заседания стал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Олег Марков. Он упомянул, что Чувашия является участником государственной программы «Жилье для российской семьи». Кабинетом министров уже подписано постановление об утверждении порядка отбора застройщиков и предоставления им земли. Сейчас необходимо приступить к формированию перечня категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса. Право на приобретение жилья экономического класса предоставляется гражданам, постоянно проживающим на территории Чувашской республики, которые отнесены к следующим категориям. Это имеющие обеспеченность общей площадью жильевых помещений в расчете на гражданина и членов его семьи не более 18 квадратных метров, проживающих в жилых помещениях, признанных и пригодных для проживания, или в многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежащим сносу или реконструкции, имеющих двух и более нескольких вершинолетних детей, являющихся получателем материнского капитала, а также имеющих трех и более нескольких вершинолетних детей, являющихся ветеранами боевых действий и других групп категории. По программе в республике до конца 2017 года планируется построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. В Чебоксарах в числе первых площадок, где появятся дома эконом-класса, названы микрорайон Гремячево и Соленоя. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.